Настя, расскажите, пожалуйста, оскольких сейчас с ребятами? Наши ребята, наши друзья, режиссер Павел Юров и художник Денис Горещук с 25 апреля находятся в здании СБУ в заложниках в городе Славянск. Уже три недели они там находятся, никакой связи с ними нет, никакого контакта нет, мы не понимаем, какая причина их так долго держать, мы не понимаем, почему их не отпускают, мы не понимаем, что сделать можно для того, чтобы их отпустили, наконец, домой. Они туда приехали в Славянск именно 25 апреля утром, просто проездом, у них были уже на руках билеты на поезд на 18.30, чтобы ехать в Киев, и пару часов они провели в Славянске. Мы знаем, что они туда поехали исключительно из желания увидеть своими глазами, что происходит там, они сами из этого региона. Павел из города Антрацит Луганской области, Денис из города Донецка, им важно было, видимо, как людям, которые все-таки родом оттуда, понять, что происходит на их родине, понять самим, увидеть. Они успели провести там несколько часов, после чего связь с ними пропала. По предположениям нашим, у них могли остановить, проверить документы, увидев, что они не жители города Славянска, и что у них есть билеты на Киев, на поезд в направлении Киева, их могли заподозрить в чем угодно, потому что, судя по сведениям тех, кто там побывал, кто там находится, журналистов, там задерживают, и такие вещи, как билет на Киев или киевская прописка или что-нибудь такое, вызывают подозрения. Родители, родные, друзья неоднократно звонили мэру Славянска, новопровозглашенному Пономареву, его пресс-секретарю, ответы «да, они у нас, с ними все хорошо, все, больше ничего, никаких, почему держат, когда отпустят, что сделать, никаких комментариев нет на это». Подключились к нам с желанием все-таки освободить ребят, наконец-то добиться того, чтобы они вернулись домой. Наши российские коллеги, коллеги по театру, режиссеры, драматурги, потому что оба наших друга, и Павел Юров, и Денис Грещук, они связаны исключительно с искусством, с культурной деятельностью, ничем другим не занимаются, не состоят ни в каких организациях, ни в каких политических партиях, и совершенно ни в чем таком не состоят. И, соответственно, помогают и поддерживают нас все-все деятели культуры Украины, России и за рубежом. Мы не знаем, что еще делать, мы не знаем, к кому обращаться, мы пытаемся обращаться к властям Украины, хотя бы с вопросом, что делается для конкретно наших двух друзей, которые находятся в заложниках. Поскольку мы знаем, что освободили, обменяли сотрудников Альфа, которые также находились в плену, наша власть их обменяла. Что делается по нашим ребятам, мы совершенно не знаем и не понимаем, как подействовать, чтобы что-то происходило, и чтобы принимались какие-то меры. А вот когда был контакт телефонный с самопровозглашенным мэром, так называемым, Пономаревым, он объяснил, почему ребят держат? Нет, не объяснил, кроме того, что сказал, мы выясняем их вину. Что означает эта фраза, мы не понимаем. Мы знаем, что ребята ни в чем не виноваты. Вот единственное, что могло вызвать подозрение, это билеты на поезд и то, что они не прописаны в Славянске и не живут в Славянске. Все. Судя по всему, в Славянске этого достаточно. А вот скажите, пожалуйста, вы были в Славянске, спілкувалися с Пономаревым, который называет себя самопроголошенный мэр из Славянска, так? Так. А вы спілкувалися про долю затриманных людей? Так. Я передусім попросил про Павла Юрова и Дениса Хрещука. Так, Хрещук, правильно. И я старался узнать, какая их доля, что с ними дальше. А мне мэр самозванчий сказал, что все хорошо, что он там в контакте, с ними разговаривает с родителями и думает, что их скоро выпустить. Ну, это досы их тримает, а это прошло где-то три недели. То есть ничего досы не знает о них. Друзья, я специально вышел до вас, запросите в аудиторию. И обовязково я хотів сказати публично кілька слів про наши співгромадян. Я хочу сказати, что я також дуже уважно ставлюсь до цієї справи. Тому я всех запрошу до аудиторії. Я обовязково публично скажу кілька слів про людей. Для того, чтобы в международном плане это было известно. Тому всех прошу до аудиторії. За кілька хвилин будем начинать. Костянтин Сяго, выкладачка Його Могилянської академии. Не підписи, а своє имя, професію і країну. Це є підписюю, да. Це міжнародне, як це називається? Побращення. Це електронна почта, на якому можна ставити підписи, підтримку того, щоб якось це здвинулося, щоб хлопці відпустили. Можна присылати ваші фамилии, імі, 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 професію і країну. І це буде являться вашій підписю, що ви підтримуєте освобождення хлопців з плену. Я привітав мене. Дякую за перегляд.